В Сергиевом Посаде прошел юбилейный 25-й фестиваль конкурса авторской песни «Журавлиная Родина». С 1994 года его проводит детско-юношеский центр авторской песни Светланы и Владимира Цивкиных. В этом году на него съехались около 300 участников из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. А начиналось все в 1993 году с кружка любителей авторской песни в Сергиевом Посаде. Как это не покажется странным, может быть это звучит слишком личностно с моей стороны, но наш центр начался с нашей свадьбы. С того, что я вышла замуж за Владимира Романа Цивкина. Он привез меня в Сергиев Посад. Мы стали думать, как меня лучше реализовывать на новом месте в новом городе. Мы придумали кружок авторской песни. Нас поддержала тогда Галина Ивановна Суббота. Этот кружок вырос в огромное детище, в студию, которая живет такой насыщенной, полноценной жизнью. Саратов, Калуга, Минск, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Архангельск. Вот неполный список постоянных городов-участников фестиваля. В этом году концерт открыли песни Булата Акуджабы в память о трагедии в Кемерове. «Пока земля еще вертится, пока еще яркий свет, Господи, дай же ты как тому, чего его нет». Преемственность поколений – одна из примечательных особенностей Центра авторской песни. Наши выпускники выйдут на сцену вместе со своими детьми. У нас есть выпускники, у которых уже трое детей, есть те, которые уже занимаются в нашей студии. Это, как правило, ребята, которые выбирают разные профессии. Это и финансисты, и программисты, и, ну, в общем, самые-самые разные профили. Мало кто идет именно в музыкальную сферу. Но вот в чем я абсолютно уверена – это очень хорошие люди. Григорий Светлов относит себя к поколению стариков. 13 лет он занимается авторской песней. Сейчас учится в Москве, но журавлины родины прощаться не собирается. В клуб его когда-то привел отец. «Мой отец, ну, очень хорошо знаком с Владимиром Анчим Цивкиным, вот, и поэтому у меня, наверное, не было другого пути, вот, как начать заниматься авторской песней. В общем, и с детства нам это прививалось, я это полюбил. И, собственно, вот, как разговаривать-то начал, так, в общем, и начал заниматься этим всем делом. Душа поет, и я пою, вот, такие дела». Камила Синева учится в восьмом классе. Несмотря на юный возраст, авторской песней серьезно занимается – 8 лет. «Я, на самом деле, очень долго искала себя в разных жанрах, но мне по душе больше классическая авторская песня, нежели чем современная, и мне по душе больше лирические песни, нежели чем веселые. У меня просто получается их петь, а веселые у меня не получается». «Авторы какие?» «Ой, я, мой любимый автор – это Ада Якушева. Я очень люблю Аду Якушеву, и моя любимая песня у нее – «Мой друг рисует горы». Я прям так ее люблю. Ну, а если из мужской половины авторской песни, то, наверное, Юрий Висбор. Я люблю его». По словам Светланы Цивкиной, жанр авторской песни не стоит на месте. В нем происходят серьезные перемены. «Если это был жанр в большей степени поэтический, то сегодня к хорошим стихам добавляется очень мощное музыкальное начало. Сегодня есть много авторов, которые работают в таком пограничном звучании. Это и рок, это и джаз, это и фолк. И вот в этом смысле жанр настолько демократичный, что здесь могут найти место все. Поэтому внутри репертуара тоже много появляется песен, которые для меня тоже открывают эту вселенную авторской песни. То есть я классик, я выросла на этих песнях, а вот ребята мои, они меня приучают и приобщают к тому, что сегодня звучит на сцене. «Мимо счастья, мимо горя, пролечу над красным морем, Солнце в рыжем все макушечки поля, а сияны». С тоской почти что человечки по дальней сказочной земле Глядит тот ястреб узкоплечий, сутулищийся на скале. «Улыбнулся ты для начала, ах, какой размах крыла, Тут у сердца застучала, полюбила в чем была. Прочный, добрый, куртуальный, а понятливый какой, В этой жизни безобразной это счастье под рукой». Фестиваль проходил с 29 марта по 1 апреля. Выступали гости и лауреаты прошлых лет. Состоялись два конкурсных тура. Среди ребят возрастом до 14 лет и среди тех, кому от 14 до 19 лет. В последний день фестиваля ученики Светланы и Владимира Цивкиных показали гостям мюзикл «Тим Талер» или «Проданный смех». Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Тема.